Доброго здоровья, друзья мои, вы на канале Джек Хантер И как вы помните, я и давеча тут спрашивал Ну всё, весна, последний выпуск Фигушки, навалило снегу так, что мама не горюй Ну, в общем, снежок такой плотный, мокрый Еду я на табуретке, в общем, советую святых пошукать каркушек Ну, а вы, в общем, присаживайтесь поудобнее Фильмчик будет из двух частей Потому что сейчас у нас в Питере снега напала А к вечеру он уже растаял Ну, в общем, красота Ну, у нас так бывает, да Вот, поэтому, братцы, финчик будет, наверное, интереснее Может быть, для кого-то нудные вот с этими болтовнями Ну, я думаю, что поговорить тоже надо Вот А также хочу передать всем огромный привет Всем камрадам медких выстрелов Пожелать вам счастья, здоровья И, конечно, побольше, побольше спасти зайчиков и уточек Потому что кто же ещё их защитит, кроме нас Потому что вороны эти нафиг никому не нужны Так-так-так, кто это у нас тут? А-а-а, наша подружка-трескатушка Ну-ка-ну-ка, сейчас мы её Да ладно, ну ёшкин кот Ну ещё б читарики без бестолковки бы осталось Так-так, вот ещё, одна белобочка О! Это чё такая шустра-то, э-э, Вася? Ничего себе Ну сорок я за что люблю Вот она такая Она может ни с того, ни с сего браться Раз, и исчезнет Ну такая, да, вертлявая Интересная охота на них, на самом деле Так что Ну, выцеливать сороку Позля как она шмякнулась Ну это караул Ой, какая жирненькая Ух ты Вот люблю сорок браться Потому что летят, а ещё не знают Что они уже умерли Снегопад, ветерок Прям красота Прям вот такая охотничья погода Блядь, как я люблю Эх, ёшкин кот Ну, чатарик щипанули где-то Может даже Не заметил куда Но вроде как упала, братцы Одно вот хорошо, братцы Что когда сорока сидит в ветер Она всегда сидит по носу То есть она не ворона Она боком не сядет Ну, кстати, братцы Снегопад есть свои плюсики Такие плюсики незначительные Ну, поправочки по ветру Брать очень удобно То есть ты видишь Как меняется, да Скорость ветра от снежинок Снегопад Итак, день второй, братцы И мы продолжаем спасать наших уточек И зайчиков От этих всех Карловичей И каркушек И прочих сорокушек Ну, собственно Здесь чатарик Я ошибся Ну, блин Кто не стреляет Тот не промахивается Ну, на самом деле Те, кто пишут Что там мазилы Там не только у меня на канале А на многих каналах Ребят Вы попробуйте Свою попу стира-то Приподнять Выехать на природу Ну и попробовать С ветерочком Пострулять И мы посмотрим все И поаплодируем Как у вас это получится Так-так-так Два дозорных По-любому Че-то смотрят Опачки Вот это Да, вот это Хорошо, братцы Как думаете На посадку пойдет Или че Че-то я думаю Что, ну, нормально Его цепануло Все-таки На смену С тем карлухам Прилетели новые карлуши Ну, давайте пробовать Этих, что ли, замутить Уф Ох, душевно как Уф Уф Да ладно Да не может быть Давайте-ка Проводим этого Карловича Так-так-так-так-так Пошел 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 Все Планирует 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 Блин, аэродром Аэродром Все Диспетчер дал добро Посадочка Аэродром Знакомьтесь, брат Ты Карлуша Обидчивый Он так сидел Голову отвернул Обиделся Что че это Всем вакцину выдали А мне его не дали Да ладно, Карлович Че ты Вот и тебе Вкусняшка пролетела Хе-хе-хе Аэродром Карлуша сидел Весточки дербанил Видать, на гнездышке собирал Ну, я решил Что не надо это Думаю, выдам-ка я ему Вакцины вкуснейшие И посмотрите, братцы Действительно Ему понравилось Он нам даже Он какие кульбиты-то Исполняет А тоже, видать Гимнаст бывший Может быть, даже актер Какого-нибудь Цирка на Вороньем острове Эээ Пф, ты че Горожусь Нам не горбить Хе-хе-хе Так-так-так-так-так Мадам Сарачела Тут смотрю На Фокстроте Сароки Они такие Вот сейчас Особенно В период гнездования Можно сразу Пропасти Вот она сидит Она метров за пятьдесят Не отлетает От гнезда Значит, где-то Гнездышко вило Строго Сарока 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 Вроде семьдесят Вертери В ит schemes Посмотрю Не понятно 7-7-8-5-3 5-7-5-3 7-7-7-7-5-3 7-7-5-3-2 5-5-3-2-3-2-3-2-3-2-3-4-3-3-2-3-3-3-3-3-3-2-3-2 Продолжение следует... 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 Вот так бывает, да, вроде как, эх, ну с ветром особо не поспоришь, братцы, да, ветерок, штука такая. Увы, повезло, Каркуша. Карлуша Веточкин приехал посмотреть. Да, братцы, первый был шотик прям в веточку, но в чём преимущество Лешего-2? Тут же мгновенно мы досылаем ему вторую пульдосину и чётенько попадаем. Так что, братцы, Леший может, а дальше будет, что Леший может ещё быстрее. Думать я его не вижу, ух ты какой. На-ка тебе, уф. Ой, это у нас, походу, был аз из Люфтваффе, а может из Мистершмиттов, но потому что, ну, так спикировать, братцы, ну, это вообще красава. Ну да, аэродром у нас там чуть подальше. Так, 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 чуть не пропустил, у меня аж сегодня приём. Вы же, братцы, все знаете, кто меня всё время смотрит, что я иногда подрабатываю карловым проктологом. Да, и у меня иногда собирается очередь. Ну вот, ну, вот такие пациенты, которые ругачи, они у меня без очереди, сразу же. Ой, а чё это, чё это, инфаркт, что ли? Мимо кадра, что ли? Мимо кадра, или как там? Сейчас посмотрим, мы это делаем в замедленном действии. Кстати, братцы, напишите, пожалуйста, в комментариях, если у кого такое было. Вот у меня, по-моему, вот кулек, прям вот чётненько, прям щепоньк, всё, готов, лежит. Ну, там пока шох-ворох, туды-сюды, смотрю, встал такой, стрепенулся и шагает. Да чё такое-то? Идёт, киборг, ёперный театр. И вообще, как будто хоть бы что. Меня вот интересует вопрос, у кого такие ситуации были. Вот, прям вот чётко видел, что кулек, а он встаёт. Вот, ведь это некоторые говорят, да оно, это другое, да какой другое, он там один всего лишь был. Я говорю, эти терминаторы существуют. Точно. Ой, комрады, расшевелил я это всё, чучу, вы беда. Летают, значит, ругаются, матерятся на меня, браты, посмотрите, да как вообще, ой, какие ругачие карлы, ой, как они меня тут охуесосят, мама не горюй. Так, давайте поприсаживаемся, сейчас вкусняшки буду выдавать, давай, 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 это мой красавчик. Ой, как хорошо, ой, ты мой сладкий. Так, 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 ещё один пациентишка, вроде без записи. Ну точно без записи, братцы, поэтому что-то пошло не так, и перезаписим его на следующий сеанс. А он кричит, нет, я сейчас хочу. Ну, родной ты мой, ну если ты хочешь сейчас, то получи, вообще, без вопросов, я же говорю, у нас так-то без очереди. Главное, ровно, стой попкой кверху, прямо вот, чтобы, вот, сразу, чтобы чпойт, и тогда до кучи своим ананасом. Хе-хе-хе, это то чувство, братцы, когда Карлуша только села, ты навёл на него целик, и он взлетел. Ну, не соколь есть. Кстати, братцы, Карлуши-Веточкины меня серьёзно уже поднадоели, но это полбеды, вы же представляете, а что будет, когда эти все Карлуши-Веточкины будут прятаться за листиками, которые уже скоро-скоро вырастут на этих веточках. Вот тогда будет уже, хе-хе-хе, немножко посложнее, да, так что крепитесь, братцы, скоро лето. Как, сука, две обезьяны сбежали с циркой и начинают ломиться куда-то, ну шо это за дела-таки, а? Да-да, братцы, именно так, леший может в секунду сделать три шута, я сделал три, не знаю, зачем, думаю, ну на Верочку, хотя я думаю, что два следующих были как бы ни к чему, но иногда спасает, потому что иногда раз там одна в ветку, другая туда, а третья до цели, так что леший два рулит, братцы. Опачки, братцы, а вот это у нас и терминатор ожил, вот смотрите. Так, дистанция здесь примерно у нас 95 метров была, братцы, ну, как видите, оживают, на нас это у нас, и снега выползает, но однозначно мы доборы ведём серьёзные, так что от нас не сбежишь, Карлуша, хотел тут упалки, сучёныш. Ну что, братцы, вот они, вот они, видите Карлушу-то? А она есть, я тоже не сначала не заметил, там, видишь это, сука, он каркал там. Не знаю, братцы, попал, не попал, ну чё-то щёлкнул там, ну, может какой шрапнелью её задел, но не факт. Кстати говоря, сейчас вот у нас, ну, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, ну, затяжная такая зима, и Карла уже как бы и ветки дёргали, и смотрю, и гнёзда чинят. Но вот вопрос, наверное, стоит в том, что сейчас они не садятся на гнёзда, потому что ещё идут снега, они как чувствуют, братцы. Поэтому я думаю, что недельки через полторы-две мы уже, наверное, поедем точно по гнёздам, потому что гнёзда-то у них уже починены, но садятся, сучки ещё боятся. Так что готовьтесь, братцы, примечайте гнёздышки, ведь убить ворону на гнезде, это, ой, дорогого стоит. Так-так-так, братцы, ну, в общем, наш вот шутинг-то подошёл к концу, и давайте же посмотрим, вы, блядь, тут чуть не утонул вообще по пояс снега. Короче, братцы, в общем, я тоже решил посмотреть, сколько же нападало Карлуж под тем деревом, ну, под деревьями, вот там они все, видите вы их. Ну, и как мы видим, очень много, очень много. А теперь давайте просто посчитаем, сколько же я один спас сейчас зайцев, утят и прочих пневчих. Потому что каждая ворона, кстати, напишите, сколько каждая ворона, пока выкармливает своих пневцов, уничтожает выводков утят, зайчат и прочих-прочих птичек. Так что, братцы, помогайте природе, мочите Карлуж, и всё будет хорошо. А сейчас, не проматываем, сейчас будут у нас наши анонсики, вот. Сейчас будет хорошо. Ну, всем привет ещё раз в конце фильмчика, кто досмотрел, наверное, у вас есть куча-куча вопросов. Так, что же, а где же, да? И в заставке, и в фиксы, так, и что за интриги, Джек, ну давай колись. Так, братцы, как я уже говорил ранее, с компьютером были небольшие проблемы, и для того, чтобы, грубо говоря, всё это дело реализовать, понадобится небольшое время, ну, это недолго, теперь уже всё проще. С FX-ом, с M3, Снайпер 700. Кстати, вот сейчас я произвожу зарядку одного барабанщика. Да-да-да, большой такой, большой, ёмкий барабанщик. Вот, братцы, всё хорошо, вы не переживайте. В следующем фильмчике будет и отстрел с него, и даже небольшой обзорчик. Я думаю, что если вы в комментариях напишите, кому интересно, я с удовольствием сниму, что же это за штука, многие, которые вообще о такой только мечтают. И с удовольствием вам покажу, как, что и почему. Ну, настолько, сколько знаю я. Как бы, без всяких технических углублений и так далее. Но всё-таки винтовка действительно интересная. И мало того, братцы. Я думаю, что те, кто очень сильно, очень сильно мечтает о такой винтовке, у вас будет шанс заполучить её в нашей группе ВКонтакте. Да-да, вы не ошиблись. Я, наверное, единственный кроу-хантер, который будет разыгрывать данную винтовку среди своих подписчиков. Среди тех подписчиков, которые у нас помогают проекту. В общем, вся информация будет в нашей группе ВКонтакте. Обязательно переходите по ссылочке, в закреплённой в комментарии и в описании. И вся информация там будет. Потому что сам конкурс начнётся буквально через день после выхода видео. Вот. А в следующем ролике, естественно, будет интересно будет. Не буду пока раскрывать тарейку, но будет интересно. И Олешие уже с Эфэксом будут творить чудеса. Поверьте на слово. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!